Ас-саляму алейкум ва-рахматуллахи ва-баракату. В свете произошедших событий на Западе, в частности сожжения священного Корана, святыни мусульман, хотел бы сказать следующее. Конечно, позиция каждого мусульманина, особенно тех людей, которые, тех из мусульман, которые обладают знанием слова, обладают какими-то ключевыми, значимыми постами, которые позволяют им более громким голосом отреагировать на подобное явление. Долгом этих людей является, конечно, соответствующая реакция, осуждение, выражение негодования, а также выражение любой формы бойкотов в адрес этой страны, в которой произошло подобное. Если, конечно, руководство этой страны, официальные лица этой страны не приносят извинения, а, напротив, оправдывают поступки подобных граждан. Долгом каждого мусульманина является почтительное отношение к священной книге. Но, однако, в подобных событиях скрыты для каждого из нас уроки, которые мы обязаны извлечь. Люди, которые презирают эту религию и силы, которые будут противостоять этой истине, истине этой религии, существование их — это закономерность, установленная нашим Творцом. Со дня неспослания первого аята священного Корана. Подобные акты будут иметь место время от времени. Что же мы должны делать, как мусульмане? Каково должно быть наше отношение, наш ответ подобным явлениям, подобным вызовам, скажем так. Конечно же. Нам недостаточно кричать во всеуслышание о том, что мы мусульмане, мы этого не потерпим. Возголосы, осуждения, бойкоты в ответ на подобные акции не оправдают нас, если мы не изменим своего отношения к священной книге. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит, «Авзу билляхи миа шайта аунир-раджима, قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ» «Вышло из их уст, проявилось в их устах ненависть». «Ва ма тухфи судурухум акбару», — говорит Аллах. Но то, что скрывают их сердца, гораздо больше, — говорит. В суре Алю Амран, 118 аят. Давайте мы подумаем, каким же образом, какой вызов для каждого из нас в этих актах, о которых мы слышим периодически с разных концов этого света. Это вызов для нас, как мусульман, которые отошли от истин этой религии, которые унизили, скажем, священный Коран своим отношением к этому Корану, велением и запретом этой священной книги. В одном из ахаров приводится от Анаса следующее высказывание. «Рубба талин лил Кур'ани вал Кур'ану яль ануху». Многое есть тех, кто читает священный Кур'ан, однако Коран их проклинает. Будучи знающим искусным чтецом священного Корана, мусульманин может быть проклятым священным самим же этим Кораном за то, что он не следует велениям этого священного Корана. Каково наше отношение к священному Корану? Любим ли мы по-настоящему эту книгу? Читаем ли мы его? Стараемся ли мы изучать аяты священного Корана? Интересуемся ли мы его содержанием? Выучиваем ли мы наизусть что-либо из священного Корана? Аллахи, дорогие братья, могу поклясться, если бы мы были бы по-настоящему, мы, как мусульмане, ценили бы эту книгу, возвышали бы и возвеличивали бы эту священную книгу, это писание, руководство для нас. Наверное, было бы гораздо меньше подобных актов. Актов осквернения этой книги. Что же я, к чему же я призываю себя в первую очередь и вас в свете произошедшего? И, наверное, еще впредь мы, наверное, будем слышать в первую очередь браться за эту книгу. Каким образом? Нет, наверное, не осталось, наверное, ни одного дома в Дагестане, в котором бы на полке не лежит священный Коран. А может, мы посмотрим, поднимем эту книгу, хотя бы сотрем пыль с этой священной книги. Ведь эта книга лежит, и во многих домах, в которых находится священный Коран, происходит, совершаются грехи, совершаются грехи ослушания Всевышнему Аллаху. Разве это не осквернение священной книги? Поэтому мы можем ответить следующим образом. Давайте мы возьмемся за наших детей хотя бы. возьмемся за то, чтобы они хотя бы стали отличниками изучения и чтения священного Корана. Пусть они его заучивают наизусть. Пусть они учат науки этой книги. По-настоящему понимают, что же это за книга, которая вызывает столько ненависти у врагов истины. Мы сами знаем, что это за книга, для чего она неспослана. Поэтому лучшим ответом, конечно, лучшим, самым лучшим протестом на подобное явление будет наша новая клятва перед священным Кораном воплощать эту книгу, веление этой книги, призывы этой книги в нашу жизнь. Если бы мы были по-настоящему воплощающими хотя бы в какой-то части веление этой книги, наверное, мы были бы гораздо сильнее и таких явлений было бы гораздо меньше. Посланник Аллаха саллиллаху алейхи и вассалям его нрав, когда у Аиши радия аллаху анха спросили, каким был нрав посланника Аллаха саллиллаху алейхи и вассалям она сказала «Кана холюкуху л-кур'ан» Его нравом был священный Кур'ан. Давайте постараемся обрести нравы священного Кур'ана, следовать велениям священного Кур'ана, предостерегать себя и своих близких от всего, что запрещает священный Кур'ан. Как минимум, хотя бы давайте начнем чаще слушать священный Кур'ан, приучать себя и свой слух частому прослушиванию священного Кур'ана, даже если мы его не знаем. Долгом нашим является, конечно, знание о своей книге, о возможности Всевышний Аллах сегодня предоставляет очень много тех, кто посягается на святость священного Кур'ана. Всевышний обязался защитить эту книгу. Аллах в священном Кур'ане сказал воистину мы не послали поминание и мы его защитим, говорит Аллах в священном Кур'ане. Нет ни малейшего сомнения в том, что тех, кто поднял руки и осквернил Слово Божие, будет наказан Господом Всевышним. Вы услышите, долго не придется ждать той унизительной участи, которую ожидает каждого, кто оскверняет символы этой религии. Дай Аллах, чтобы каждого из нас, кто отозвался болью на произошедшее, эта боль подтолкнула и пробудила еще большую любовь к священной книге, настоящую любовь, которая сделает каждого из нас настоящим воплощением этой книги, воплощением нравов священного Кур'ана. А за тех, кто посягается на святость священного Кур'ана, мы уповаем на Всевышнего Аллаха и придаем его суду нашего Господа. Он непременно покарает тех, кто посягается на его священную книгу. Ас-саламу алейкум ва-рахмату ллахи ва-баракату ва-рахмату ва-рахмату и ва-рахмату и он ва-рахмату ва-рахмату